Сейчас в мире бушует эпидемия коронавируса, что является безусловно неприятными обстоятельствами. Но в мире существовало, существует и будет существовать еще масса болезней, которые неожиданно как появляются, неожиданно как развиваются и непонятно куда деваются. И деваются ли они вообще? Об одной из таких болезней я хотел бы сегодня вам напомнить. В 1915 или 16 году, источники по-разному называют его, в прессе появились первые сообщения о загадочной болезни. Болезнь произошла и зафиксирована была впервые под Верденом на полях Первой мировой войны у французских солдат. Солдаты подали неожиданную апатию, сонливость, утрачивали всякий интерес жизни и зачастую умирали. Что случилось с первыми заболевшими, достоверно неизвестно. Болезнь развивалась не быстро, не было особо много числа заболеваний, и интерес к ней как бы не особо развивался. Но к 16 году картина поменялась, число заболевших стало увеличиваться. Впервые эту болезнь написал венский врач Эконома. Это был профессор, невропатолог, известный своими работами в дальнейшем. После описания болезни в мире стали обращать на нее внимание. И тут возникает некоторое, опять же, разночтение. Многие источники утверждают, что эта болезнь, которая получила название литургический энцефалит, являлась последствием печально известной эпидемии гриппа испанки. А другие говорят наоборот, что именно это заболевание послужило первоисточником гриппа испанка. Какие же были симптомы этой болезни? Примерно такие. Человек был жив, здоров и зачастую совершенно неожиданно для окружающих впадал в полную апатию. У него начиналась лихорадка, головные боли, резко подскакивала температура, и он впадал в сон. Причем спал он от нескольких дней до нескольких лет. При этом, если его было растормошить, он вставал, кушал, разговаривал, ходил в туалет, но только его оставляли в покое, он сразу же и оставался. Число заболевших достоверно неизвестно. За 10 лет существования этой болезни, а она неизвестно куда исчезла, примерно в 1927 году, умерло по разным данным. От нескольких десятков тысяч человек до полутора миллионов. А число заболевших оценивается по разным источникам порядка 5 миллионов человек. Болезнь протекала бурно. Ученые долго спорили о природе заболевания, и в конце концов, в ходе исследований, все-таки было определено, что это инфекционное заболевание, которое сродни энцефалитам. Отсюда и название литургический энцефалит. Энцефалитам болели независимо от социальных слоев, независимо от стран проживания. Понятное дело, что в Европе, Америке и даже в Советской России эти заболевания еще хоть как-то фиксировались. То в странах беднейших, колониальных, эти заболевания, как правило, никто и не фиксировал. Отсюда такие размытые оценки по числу жертв. Кроме того, отсутствовала общая методика подсчета заболевших. В некоторых странах считали заразившихся, в некоторых считали только умерших, в некоторых считали только выздоровших. То есть методика отсутствовала напрочь. Что интересно, по одной из версий, такой болезни литургическим энцефалитом переболел Иодольф Гитлер. Впоследствии его мы видим, как плохо отразились на истории 20 века. От этой болезни умирало не меньше 30% заболевших. А у оставшихся зачастую оставались неизлечимые последствия. Люди навсегда впадали в апатию, утрачивали интерес жизни, становились полными инвалидами. Иногда люди после острой стадии болезни, казалось бы, приходили в свое стандартное впечатление. Но последствия болезни долгие годы оставались в засаде. И через несколько десятилетий человек снова превращался в инвалида. В 1966 году британский ученый Сакс всерьез занялся проблемой последствий литургического энцефалита. Он изучал поведение жертв энцефалита, а эти люди, которые становились жертвами этой болезни, находились долгие десятилетия в разных клиниках. И даже применил некоторые лекарства, которые возвращали, правда, на короткий период времени людей к нормальному существованию. Эта история послужила основой книги, которую он написал в 1977 году и назвал ее «Пробуждение». А в 1990 году по этой книге был поставлен довольно известный фильм «Пробуждение» с Робертом Уильямсом и Робертом Де Ниром. Фильм номинировался на «Оскар» в трех номинациях. Конечно, на сегодняшний день он немножко устаревший, но сама проблема показана очень интересно. Если кому будет интересно, посмотрите, не пожалеете. Итак, в 1927 году эпидемия литургического энцефалита практически неожиданного для самих ученых пропадает. Когда же стали исследовать, куда же делся сам возбудитель, ученые пришли к выводу, что он-то никуда и не девался, и появился он ни из ниоткуда. А подобные вспышки литургических энцефалитных заболеваний были зафиксированы неоднократно в истории человечества. Этот энцефалит бывшевал и в 16, и в 17 веке, и в 18, но появлялся он локально, вспыхивал неожиданно и неожиданно исчезал. Куда девается этот вирус, не знает никто. После 1927 года больше эпидемий литургического энцефалита не зафиксировано. Хотя единичные случаи фиксируются довольно часто. Последний случай массового заболевания литургическим энцефалитом был зафиксирован в Казахстане в 2012 году. Правда, с 2016 года о нем не слышно ничего. Таким образом, вирус литургического энцефалита, как и вирус прочих страшных болезней, никуда не делся. Где-то существует параллельно рядом с нами. И задача, собственно говоря, медицины – лечить людей. И мы надеемся, что она справится, современная медицина, с любыми проявлениями заболеваний. Продолжение следует...